Нужен ли военный билет при устройстве на работу? Друзья, меня зовут Унгурин Алексей, вы на канале Службы защиты призывников. И сегодня мы с вами в неформальной обстановке, но поговорим на такую важную тему, как нужен ли военный билет для того, чтобы официально работать и ну вообще в каких случаях это необходимо, а в каких случаях можно обойтись без него. Поэтому смотрите обязательно видео до конца, чтобы уже быть полностью в теме и у вас не возникали вопросы по этому поводу. Итак, если вдруг вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А если все-таки вопросы у вас какие-то появляются, то обязательно задавайте их либо в комментариях, либо в описании под этим видео есть наш сайт. Там вы можете записаться на консультацию, задать любой вопрос и вообще понять, возможно ли вам получить военный билет законно и что для этого необходимо сделать. Разбираться будем в каких случаях необходим военный билет для того, чтобы официально работать. На самом деле нужен не то, чтобы военный билет, но нужны узаконенные отношения с военкоматом. То есть у вас должен быть либо военный билет, либо приписное свидетельство с проставленной там официальной отсрочкой, либо это может быть справка, которая выдается взамен военного билета, если вы не служили, не имея на то законных оснований. То есть один из этих трех документов у вас обязательно должен быть. Иначе официально работать вы не сможете. То есть вас просто не имеют права официально трудоустроить. Причем это неважно будет ли это государственная организация, там с вами точно разговаривать не будут на темную тему, если у вас не будет военного билета, ну либо вот одного из этих трех документов. Да даже и любая небольшая организация, хоть там с одним сотрудником, все равно все работодатели обязаны запрашивать у вас документ воинского учета. Поэтому будьте внимательны и ни в коем случае не допускайте такого, что у вас не получается просто устроиться на работу по одной простой причине. У вас нет военного билета. И это на самом деле очень часто запрос. К нам очень часто парни приходят с тем, что хочу работать как-то, деньги зарабатывать, но меня не берут на работу, потому что у меня нет военника. И нет военника, кстати, это одна причина, что у вас не берут на работу. А вторая причина, что работодатели боятся брать на работу вас, даже если у них есть возможность вас неофициально, например, взять на работу, но они думают, что я сегодня человека возьму, обучу, он у меня там начнет работать, а завтра его в армию призовут. И это страх достаточно многих работодателей, потому что обучение людей стоит достаточно дорого, пока человек войдет в тему пока что, а там его в армию призвали. Ну вот приехали, опять надо искать нового сотрудника. Поэтому не затягивайте и не доводите ситуацию до критической. Решайте вопрос, ну сейчас, да, а если вы уже дошли до того, что вас никуда не берут на работу, быстрее задавайте нам вопрос и записывайтесь на консультацию. Ссылка на сайт есть в описании под этим видео. Мы вам позвоним и разберемся вместе с вами, возможно ли вам законно получить военный билет. Чаще всего возможно. И не такие уж серьезные изменения потребуются в вашей жизни для того, чтобы у вас был военный билет, а потом у вас вообще будет все гораздо лучше и проще, чем сейчас. Поэтому, раз и навсегда, все уясните, без военника и без любого документа военного учета на работу вас официально не возьмут. Поэтому решайте проблему сейчас. На этом все. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать нового видео. С вами был Ангурян Алексей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok